Два хлопка и большой взрыв был. А тут над головой еще один угол. Еще один угол. Я поднимаю и смотрю, высоко. Маленький военный был. Серебряное днище было. Так что был второй, это по-любому, 100% был второй самолет. Это заранее продуманная преступная акция, которая удалась не в полном объеме. Да, в том смысле, что ждали один самолет, а сбили другой, с удивительно похожей окраской, малазийский Боинг. Он был с хвостом. Он был еще с хвостом. Но без кабины. Ах, вот оно что. Он без лючки. То есть, он летел как самолет, либо уже кувыркался? Он вышел, потом, когда крыло у него отпало, он пошел. А, столько новых деталей, даже никто не говорил. Как было дело? Он вышел без кабины, когда у него крыло отпало, его потянуло в ту струк, и он упал туда. И взорвался именно там. Он не дымил, с него выскакивали сзади те самые сидения, ну, люди падали просто-напросто. А до того, как он вышел из облаков, был какой-то? Был хлопок. Хлопок. Да, был хлопок и все. То есть, не похоже на взрыв. Хлопок. Нет, хлопок. Вот именно хлопок, и как раз было, как затянутое небо, и он вышел из-за облаков. Мой коллега, мой товарищ Аркадий Мамонтов первым был там, на месте гибели самолета, и первым снял крестьян. Очевидцев трагедии. Да, собственно, все деревни окрест видели, что происходило с Боингом. Я находился недалеко здесь, от этого места. Увидел его от себя немного слева. Он падал сверху, произошел взрыв. Вот это место, вот, наверху. И упал ящик серого цвета вправо. И падали обломки. Я уже был за бугром. Самолет, вот. Он взорвался и сюда полетел, начал гореть. Су-25-й почти 10 минут кружил над этим полем, где упал самолет. Видимо, фотографии еще делал летчика. Бортовой номер, еще раз повторю, 299-я эскадрилья, 08. Вот этих крестьян, очевидцев трагедии. Кто-нибудь, киевские ли власти, международная ли комиссия, крестьян-очевидцев боя, боевого самолета с безоружным Боингом. Кто-нибудь допросил крестьян? Вот для меня это самое удивительное, потому что, наблюдая за... Международная комиссия заинтересовалась свидетелями непосредственными. Хоть одного допросили человека. Ну, по крайней мере, я человек 6 или 7 слышал, которые видели сбежавшийся самолет. Делают вид, что этого не было вообще. Я не говорю об объективности, характере повреждений на этом рухнувшем самолете. Есть очевидцы-свидетели, которые абсолютно точно не врут. Я почему-то с самого начала был уверен, что в истине тут никто не заинтересован. И в реальном... Дальше спрашиваю всех моих зрителей. Как сложилась судьба диспетчера? Ее зовут Анна Петренко, которая 17 июля над территорией Украины вела Малазийский банк. Я знаю, что там был диспетчер, который начали скрывать изначально украинские власти. И ее фамилия как бы была затерта. И вообще ее... Скрывать ее зовут Анна Петренко. Да когда-то исчезло. На следующий день после трагедии диспетчер уходит, официально уходит в отпуск. Рядом с Петренко в этот день. Особо охраняемая зона, центр управления полетом. Находился человек, которого никогда ни до, ни после этой трагедии. Там в центре никто не видел. Предполагаю, от Коломойского был гость. Только Петренко знает, кто этот человек и что он делал. Но ее никто не допросил. Она ушла срочно в отпуск. Я предлагаю всем нашим зрителям зайти в интернете на личную страничку диспетчера Анны Петренко ВКонтакте. Мы увидим ее любовь к правому сектору, ее объяснение в любви к Коломойскому личной и так далее, и так далее, и так далее. Вот, так сказать, такие у нее настроения. Ее никто не допросил и сегодня. Ну, это нарушение, по-моему, самых элементарных правил следствия. Такого никогда не было. Вот именно, когда во Внуково не так давно случилась трагедия с французским самолетом. Первым делом вопросы к диспетчерам. Они арестованы все. Четверо. Почему арестованы? Чтобы не выработали свою лживую версию того, что случилось с самолетом французским. Ну и чтобы круговой поруки не было между ними под сговором. Конечно, первым делом вопросы к диспетчеру. Ах, кому же еще? Но Петренко-то, в отпуске, с которого она на работу, до сих пор не вышла. Да, мало того, мы звонили в Борисполь, Днепропетровск, туда в диспетчерскую службу. Были такие смешные вообще отговорки от руководства этих служб. Например, Днепропетровск, сначала нам говорили, что такая не работает у нас вообще. Да, 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 мы такой не знаем. Да, ну вот она, документы. А она в штате, да? Нет, нет, мы не знаем. Потом позвонили более рангом ниже, видимо, человек был не в курсе, или из отпуска только пришел. Мы говорим, у вас работает такая? Да, работает. Там перезвонили снова руководители, говорят, так вот ваш такой-то подтверждается. Который не в курсе, да только что сам из отпуска. Работает. Молчание потом, я не разумею вас, пришла на украинский и все, и положила трубку. На этом все объяснение закончилось. В данном случае удар пришелся в район кабины пилота. Это очень характерно для действия ракеты, выпущенной из самолета. Из штурмовика. Украинского штурмовика, действия которого зафиксированы системы российской ПВО. Более того, понятно, что произошла разгерметизация самолета мгновенно. Один из пассажиров на лице кислородная маска. Еще раз, там от тела мало что осталось, но вот на одном пассажире кислородная маска, они выскакивают автоматически, если происходит разгерметизация. А теперь еще раз, было ли в мире что-то подобное, чтобы диспетчер после такой вот трагедии, трагедии на весь мир, на следующий день после катастрофы срочно ушла бы в отпуск, и до сегодняшнего дня ей никто не задавал никаких вопросов. Вторая загадка, как мог соврать Генеральный штаб Украины, что в небе не было Су-25, их было четыре. И это показали не только наши российские, но и европейские следства слежения. Есть вопросы, без сомнения есть вопросы. Следующая история. Остатки Боинга, как лежали там на поле, так и лежат по сегодняшний день. Сначала к месту трагедии было невозможно подойти. Киевские власти, напомню Порошенко, верховный главнокомандующий, открывают обстрел уже вечером 17 июля этой территории. С самого начала и премьер-министр, и вице-премьер говорили о создании гуманитарной зоны на месте падения самолета. Честно скажу, с военной точки зрения нам это невыгодно, потому что окружена Подмариновка и неподалеку в восточной части группировка противника. Сколько там человек? Около полутора тысяч. Войска? Часть уже на российскую территорию сдались, первые человек 16, что ли. Сдались? Сдались. То есть перебежали просто? Да, да, да. Образили политическое убежище? Ну, вряд ли так формулировалось. 16 человек пережили. То есть нам операция это невыгодно. И вот там падает? Западнее падает самолет, и мы понимаем, что гуманитарная зона, скорее всего, позволит гуманитарным коридорам уйти окруженной группировке противника. Что, учитывая превосходство, врага нам крайне невыгодно. Пургин, Бородай озвучили. Да это, собственно, дело даже не в нашем правительстве. Любому разумному человеку ясно, коль скоро в конфликт Украины и Новороссии вмешивается такая трагедия, правду о которой заинтересованы знать и имеют право знать третьи страны, граждане и государства, да и весь мир. Очевидно, что нужна гуманитарная зона и создать все условия для работы экспертов. Мы обращаемся. И мы не слышим в течение нескольких дней никакого отклика от Киева на это. Более того, Киев говорит экспертам, которые прибыли в Киев. Их было на вчерашний день 81 человек. Почему? Можете объяснить? Вот когда Порошенко, по моим сведениям, у журналистов много и информаторов разных, когда Порошенко узнал об этой трагедии, он напился в смерть в своем кабинете, видимо, от страха. Чего он боится? Я могу предположить, что он боится разоблачения. Итак, эксперты в Киеве, Порошенко говорит, что ехать опасно. Стреляют. Ну, действительно, постреливают, если карательная армия не прекращает свою операцию. Однако иностранные журналисты работают, наблюдатели ОБСЕ работают. Но ни в одной миссии наблюдателей, ни в одной точке мира нет специализированных экспертов. Авиационных, патологоанатомов, взрывотехников. Естественно, они должны приехать. Наблюдатели ОБСЕ наблюдают, чтобы наши ополченцы ничего не стащили, не украли, не подменили, не фальсифицировали. Мы обеспечили охрану в первые же дни. Премьер в первую же ночь создал штаб по координации. И дальше прибыли 4 эксперта украинских, 12 малазийских экспертов, 81 человек в Киеве, напомню. И мы ждем экспертов международной организации, которая это расследует. Однако, на четвертый день после катастрофы начинается штурм Донецка. И экспертам действительно ехать опасно. То есть вы связываете обстрел Донецка с нежеланием пустить экспертов Киева? Да уж это скорее уловка. Обстрел Донецка может объясняться и наращивать наступление двумя вещами. Чего боится Порошенко? Первое. Боится разоблачения. Второй момент, почему наращивается военная операция, пока не случилось разоблачение, максимально задушить Новороссию. Успеть. Даже если потом придется отвечать за самолет. Успеть. Хорошая постановка задачи. Успеть задушить Новороссию. Через четыре дня, 21 июля, штурм Донецка. Они подождать не могли украинские полководцы. Естественно, комиссия на поле работать не стала. Ну, тут надо немножко предысторить. Еще Боинг не успели сбить, как заявили, что уже сбили ополченцы. Абсолютно верно. Вот даже еще не успели, а уже заявили. Шутки, шутки, Геннадий Иванович, но ведь действительно вброс был мощнейший сразу, что Россия сбила Боинг. Россия, Путин. То, что это подготовленная операция, это понятно каждому, даже ребенку. Еще раз, через несколько минут мы докажем, мне представляется, автору этой работы, докажем, что они ждали. Самолет Владимира Путина, президента России, возвращался в Москву с саммита Латинской Америки. И я, Караулов, предполагаю, Коломойский имел ложную информацию, что борт номер один, самолет Путина, сядет в Ростове, где Путин будет присутствовать на военных учениях. Конечно. Первое. Никаких учений не планировал, с Путина летел в Москву, но над Варшавой действительно пересеклись маршруты малазийского Боинга и борта номер один нашего самолета. Через несколько минут об этом. Порошенко, вот эта деталь, да он часто, Порошенко, появляется пьяным публично, в том числе и перед журналистами и телекамерами. Там, кого ударили через Новоазовск, там, кого на Клещаке, на беде и в Донецком, взяли лица Мариуполи, думали, что месяц остается. Мужественный верховный главнокомандующий. В Мариуполе страшно, фронтовые 100 грамм для храбрости. Вот немножко бессвязная речь. Кстати, бойцам украинской армии, погибшим на Юго-Востоке, полагается компенсация. Но если, так называемый закон о пьяных трупах, если в крови бойца украинской армии погибшего будет найдена хотя бы одна промилля алкоголя, компенсации родственникам, по факту утрате, кормильца, бойца, не полагается. Такая вот экономия государственного бюджета. Считается, если украинский боец перед боем пиво выпил, то он сам виноват, погиб по собственной неосторожности. А теперь еще раз. Когда Порошенко доложили, что сбит малазийский Боинг, он закрылся в кабинете. И из кабинета его уже плашмя выносили. Дать поработать на поле, значит, получить очень большую огласку. Не пустить, а потом когда-то пустить, это где-то... Секундочку. Впервые в истории всех мировых катастроф самолет, остатки Боинга, и сегодня валяется там на поле. Обычно любой погибший самолет, останки его складывают в специальных ангарах. Как всегда. Все, что осталось. Да. Выкладывают остров самолета. Да, выкладывают остров самолета со всеми деталями. До крупицы собирается все, что осталось от самолета. В данном случае это произвело не было. Мало того, два огромных двигателя Боинга до сих пор... Валяются. На месте катастроф. Да, валяются. Их никто не ищет. Оказались не нужны комиссии? Они не нужны. А как это может быть? Вот как выложили Ту-154, погибший под Смоленском, борт президента Польши. Вот так всегда. Крупица, крупица, собирается все, что осталось от самолета. Любая деталь может помочь в расследовании. Понятно. Мало того, должны были землю просеять. На месте катастрофы земля должна быть просеяна на предмет поиска поражающих элементов. Я думаю, что это не выгодно просто... Международной комиссии. Да. То есть, если, задумаемся, международной комиссии невыгодно расследовать эту катастрофу, тогда что же выгодно? Не расследовать? Андрей Викторович, я 30 лет делал авиационные и другие двигатели, да? Были аварии, катастрофы. Хоть раз бросали остатки самолета? Мы землю просеивали, чтобы иметь все доказательства, сделать макет, конструкцию катастрофы, да? Чтобы определить все-таки, от чего упал. Почему же тут-то все под снег ушло? Вот зима начала. А здесь просто надо умолчать было. Ну что думаете, в Европе никто не понимает, что произошло? Вот именно, это же понимает весь мир, когда не собирается ничего. Думать они не понимают. Когда нам говорят, год ждите, хотя это все можно в секунду установить, да? От какой ракеты и как разорвался самолет. В секунду. Мы живем в 21 веке. У нас печечный коробок на земле видит сверху. Так вы мне объясните, а где же... Все это хорошо видят. А где же тогда гнев неточное слово? Но где вопрос это? Всех стран Малайзии прежде всего к Международной комиссии, которая ничего не изучая, я о самолете, брошенном на поле, и никого не допрашивая, говорит, только через год узнаете, что мы, комиссия, думаем, если Международная комиссия ангажирована. Это скандал. Может быть, скандалы впереди, но они выполнили свою тактическую задачу. Пока наобложили на год, так сказать, ждите год, чтобы вам скажут. Дело не только в этом, а дело в том, что сразу был вброс в сознание европейского и общезападного обывателя, что виновата Россия. Мгновение. Это использовали по полной, и это уже навсегда. Да, каких бы ни было потом расследований, это в сознании обывателя европейского осталось. Еще раз. А теперь о вбросе, то есть о реакции на Западе многих даже порядочных людей. Некоторые отводят глаза, некоторые отходят в сторону. Некоторым стыдно, но так как они находятся в определенной корпорации, которая ведет атаку непосредственно на руководителя государства, на него идет атака, и в том числе на Россию. Вот и все. Они-то хотели в России приклеить ярлык «убийц». Вот в чем дело. Палился гнусный поток обвинений российской стороны во всех смертных грехах. Как может быть иначе, если наша версия, украинские Су-25, аж четыре штурмовика были подняты в небо. Они ждут Путина, его самолет. Скорости огромные. Боинг 850 км в час. Штурмовик тоже летел на огромной скорости. Летчик. Я еще раз называю бортовой номер Су-25, самолета-убийца 08, предположительно 08. Летчик ошибся. Не тех расстрелял. Он видел опознавательные знаки, неразличимые с бортом президента Российской Федерации. То, что рядом с малайзийским «Боингом» на расстоянии километра... Даже ближе он подходил, гораздо ближе. ...летел украинский штурмовик, это установленный факт. Он видел ровно идентичную раскраску. Похожая раскраска, относительно похожая. С любого угла, кроме перпендикуляра, неразличима окраска. Ракета пошла сначала из самолета, воздух-воздух, а после этого стало понятно, что самолет не падает, его добивали ракетой Земли. А он мог лететь на одном моторе совершенно спокойно? Да, как все своеменные самолеты. Если...